Привет на Твинкл! Очередная подборка невероятных случаев с животными готова! Собрал только самые интересные моменты, которых вы точно не видели. Начинаем! Оказывается, чайки воруют не только еду, но и легко могут стащить ваш телефон. Будьте внимательны! А эти лошади решили помериться с силой удара своих копыт. Повернувшись друг к другу задницами, лошади начали наносить удары. Самое смешное, когда одна из лошадей попыталась укусить вторую за хвост и чудом избежала удара в голову. Но деревянному забору повезло меньше. Камера, установленная в скворечнике, засняла интересный момент. В домик птицы пытается пролезть непонятное существо. На самом деле это хитрый кот, который засунул туда свою лапку и пытался зацепить птичку. Хорошо, что ему это не удалось. А люди, посмотрев это на видео, сразу придумали защитный механизм для домика. А это козье дерево, довольно редкое зрелище в Марокко. А зачем они все туда залезли и как удерживают равновесие, непонятно. Мама-утка привела своих утят к краю моста и учит их прыгать в воду. Малыши сначала боялись прыгать с такой высоты, но потом по очереди они все удачно оказались в воде. Медведь-камиканц застрял на верхушке электрического столба прямо рядом с изоляторами и линиями высокого напряжения. На помощь были вызваны сотрудники электросети, но все, что они могли сделать, это просто уговаривать молодого медведя спуститься. Похоже, он их послушал и потихоньку слез. Зачем этот мужик полез в вольер Кхэмо, непонятно, но ему пришлось спасаться от агрессивной птицы, удерживая ее за шею. А вот как легко можно поймать на пляже чайку, не выходя из автомобиля. Достаточно протянуть этим обжором несколько сухариков и просто взять чайку рукой. Самое смешное, это перепуганные глаза птицы. Посмотрите, что может натворить один маленький зверек в магазине. Я был просто в шоке от увиденного, как эта зайчиха прячет своих зайчат. До такого нужно было еще додуматься. Гнездо у нее прямо возле дороги. Зайчиха полностью зарывает песком малышей в гнезде, а когда приходит время кормежки, раскапывает, кормит и снова зарывает. Пеликан примерялся к этой капибаре, но довольно быстро понял, что проглотить такую большую тушу он не сможет. Да, покормить чайку хлебом сорта оказалось очень плохой идеей. Дальше забавный момент. Корова решила попить из бассейна, но не удержалась и прыгает в воду. Дети особо не испугались, а корова довольно быстро нашла выход сама. В местном пруду в Северной Каролине поймали огромного аллигатора, который несколько дней назад съел домашнего хаски. В интересах общественной безопасности аллигатора решили усыпить и отвезти подальше от людей. Если не можешь преодолеть препятствия сам, заботливая мама всегда придет на помощь. Дальше акула-паразита, которую вы точно не слышали. Она регулярно обедается мясцом крупнейших акул и водных млекопитающих. Знакомьтесь, бразильская светящаяся акула. Рыба размером селедку, от которой ловят инфаркт все альфа-хищники океана. Зубы у нее будь здоров, и для того, чтобы покушать, ей достаточно откусить пару-тройку кусочков от кого-нибудь живого. Раскрыв пасть пошире, этот паразит делает мощный укус нижней челюстью, буквально отгрызая кусок плоти у живого существа. Оття по порцию мясца, чертовка уплывает в освояси, оставляя на теле несчастного животного глубокие раны диаметром и глубиной 5-10 сантиметров. Мужчина на рыбалке заметил сову, которая запуталась и висела на рыболовной леске. После удачного спасения птица улетает. А этот момент засняли с номера отеля во Флориде. Купающийся человек, похоже, даже не замечает, что рядом плавает большая акула. Хищная рыба покружила вокруг, но человеку повезло, что она потеряла к нему интерес и уплыла. Лев думал, что буйвол ранен или мертв, но после проверки лапой сразу понял, что он просто отдыхал в этом болоте. Этот случай засняли во Флориде, посреди Кипарисового болота. Крокодил застрял на деревянном мосту. Ему хватило ума выбраться, но пройдя вперед несколько метров, он снова попал в ту же ловушку. Запись обрывается, но я думаю, что он сумел выбраться из этого зловещего моста. Удивительно, кто сумел научить этих баранов идти таким ровным строем, реально как под линейку. Наглые чайки всегда настороже и в любой момент могут украсть вашу еду. Но этот мужчина решил проучить наглецов и раскидал картошку фри за лобовым стеклом своего автомобиля. Что из этого получилось, видите сами. Дятел, похоже, реально психанул, он раздолбил на щепки почти все дерево. Думаю, что в дереве было очень много вкусных личинок, иначе он не тратил бы столько сил. Выглядит впечатляюще, особенно куча опилок под деревом. А это приключения охотников на змей в Луизиане. Вот самые интересные моменты с их охоты. Они просто ходили и поднимали старые доски из шифер. И почти под каждым таким укрытием была змея. Количество и разнообразие рептилий реально удивляет. А вы знали, что змеи иногда пытаются съесть сами себя? Они просто могут проглотить свой хвост. Чаще всего такое случается с королевскими змеями. Ведь в дикой природе они поедают других змей. Интересно, что было бы, если змее не помочь в данной ситуации. Ведь хвост может начать перевариваться. Ну а это кадры, которые вы видели на заставке видео. Я сначала подумал, что это действительно питон, который накинул свои кольца на белый автомобиль. Но потом понял, что это красивая инсценировка. Возможно, во время съемок какого-то фильма. Для своих любимых баранов мужчина решил повесить во дворе боксерскую грушу. Он даже не думал, что его питомцам так понравится эта игрушка. Бараны не отходили от груши целый день. На морской рыбалке очень часто бывают курьезные случаи. Когда у вас на крючке большая рыба, и остается только дотянуть ее к борту лодки, это еще не значит, что вы ее поймали. Хитрые акулы атакуют пойманных рыб. Если не удается полностью быстро сожрать улов, то большой кусок они точно откусят. А эта каймановая черепаха намертво застряла среди камней на берегу водоема. Мужчине потребовалось более 15 минут, чтобы извлечь бедолагу, иначе она бы точно погибла от голода. С такими черепахами нужно быть очень осторожным. Огромная сила укуса ее челюсти может моментально лишить вас пальцев. Следующий момент показывает, как белый медведь застрял на скале в 9 метрах от вершины и провел там несколько дней. Когда местным жителям стало очевидно, что сам он спастись не сможет, они начали спасательную операцию. Но, к сожалению, она пошла не по плану. Люди подготовили снаряжение, лодку и даже вертолет. Медведя усыпили дротиком. Пока он спал, люди забрались к нему на скалу и начали привязывать веревки, чтобы безопасно спустить зверя вниз. Дальше все пошло не по плану. Веревки начали развязываться, и мишка повис на одной лапе в 10 метрах над водой. Спящий медведь падает в воду, и операции по спасению набирают новые обороты. Теперь команда должна удерживать голову медведя над водой, чтобы он мог дышать. На этот раз они сумели. Животное было успешно отбуксировано на берег. Посмотрите, как сетчатая стеклянная лягушка охраняет свои яйца с личинками. Она замаскировалась и будет сидеть с ними до тех пор, пока они не вылупятся и не упадут в воду. Пухлый, 200-килограммовый крокодил живет в доме индонезийской семьи в качестве домашнего питомца. Мухаммад Иван купил новорожденного крокодила у рыбаков в 1997 году за два австралийских доллара. Сейчас, спустя более чем два десятилетия, он продолжает жить у них в доме и стал настоящим семейным любимцем. А эти птицы называются поганки с капюшоном. И у них, возможно, самый необычный и нелепый брачный танец, который вы видели. Такое можно увидеть только в водах Мексиканского залива. Именно там обитают скаты мобулы. Кроме способности великолепно плавать, мобулы могут летать. Они часто выпрыгивают из толщи воды на несколько метров, время от времени делая один за другим целые серии прыжков. Наблюдать за этим одно удовольствие, ведь многочисленные сальто, пируэты в исполнении скатов зрелище очень редкое. Сумасшедший олень на полном ходу врезался во входную дверь жилого дома в США. Хозяйка была просто в шоке. Дальше олень запрыгнул в подвал и начал разрушать все, что там было. Оказавшись на пути, разъяренного носорога с летенышем, мужчину спасло дерево, на которое он быстро скорабкался. Хорошо, что носороги быстро поняли, что особой опасности нет и уходят. А этот кот на глаз просто кайфует. Олени реально могут залезать в водосмерти. Путешественники обнаружили лося, который провалился под снег и лед зимнего ручья. Сам выбраться он не мог, но после работы лопаты для лося сделали дорожку, по которой он успешно выбрался и убежал в лес. Морские змеи обычно избегают людей, но в поисках пары они становятся очень активными и потенциально агрессивными. Не знаю, что чувствовал этот мужчина на момент, когда змея чуть не залезла на его доску, был очень опасным. Сложно поверить, что дикие олени могут так привыкнуть к людям, что у них уже просто нет страха. Супер дружелюбный олень, прямо как большая домашняя собака. Если вы досмотрели до конца, значит вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотры и комментарии. До встречи в следующем видео.